Всем привет! Если у вас есть старый литий-ионный аккумулятор от мобильного телефона, не спешите его выкидывать. И его можно еще кое в чем применить. Давайте посмотрим! Думаю, всем известно, что в литий-ионных аккумуляторах внутри встроена защита. Но если вы не знаете, то знайте. В каждом литий-ионном аккумуляторе, который используется в телефоне, внутри вот здесь стоит защита. Специальная микросхема, которая защищает аккумулятор от переразряда и перезаряда. Точнее говоря, от критических уровней заряда и критических уровней разряда. Более подробно об этом я говорил в другом видео. Ссылочка на это видео будет в описании. Но для чего же нам эта микросхема надо? Давайте разберем этот аккумулятор. Я его уже начал. Немножко разбирать. Наклейка. Вот наш аккумулятор. Наклейка. Он уже умер и его куда-то применять бессмысленно. Его можно только выкинуть. Но зато вот эту микросхему, которая здесь стоит, ее можно еще применить. Во многих устройствах часто используются аккумуляторы. И самые распространенные, которые легче всего, я думаю, найти, которые пользуются большой популярностью, это литий-ионные аккумуляторы 18650. Но чаще всего они без защиты. То есть таковые, как есть. А это означает, что всегда есть шанс того, что аккумулятор разрядится в ноль. А если аккумулятор разрядится в ноль, то ему придет конец просто-напросто. И для этого можно использовать защиту от аккумуляторов из мобильных телефонов. Что очень и очень облегчит жизнь и долговечность литий-ионных аккумуляторов 18650. Для этого мы берем, разбираем этот аккумулятор от мобильного телефона. Все лишнее убираем. И вот наша микросхема. Давайте попробуем на нее поближе посмотреть. Итак, вот наша микросхема. Ее можно спокойно отпаять от аккумулятора, что мы сейчас и сделаем. Готово. Здесь у нас стоит всего лишь навсего две детали. Даже несколько деталей. Первый это контроллер заряда-разряда. И второй это MOSFET, который включает либо отключает наш аккумулятор от основного источника питания. Как вы видите, здесь все подписано. Battery plus, battery minus. И контакты, которые основные используются. В принципе, ничего сложного. Но такую вещь вы можете, конечно, купить на Алиэкспрессе. Ждать, пока она придет, пока он ее доставит. И неизвестно, как она будет работать, не будет она работать. А вот такую уже готовую вы можете взять из плохого, испорченного литий-ионного аккумулятора от мобильного телефона. А эту защиту вы можете использовать в своих проектах, в своих подделках. Теперь эту защиту ничего не стоит подсоединить к литий-ионному аккумулятору. Удобным для вас способом. Кинуть сюда перемычки. И уже подключаться к этой защите. Определив, где здесь плюс, где здесь минус. Я вам желаю успехов. Пусть ваши проекты будут классные и интересные. Пусть ваши аккумуляторы живут долго и не портятся от неправильной работы. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok